Обычно, если вы смотрите в экран и видите что-то похожее на говно, скорее всего вы наткнулись на фильм Адама Сэндлера, снятый в последние лет 10. Сэндлер настолько уверенно окопался в фильмах самого низкого уровня, что казалось вытащить его оттуда уже невозможно. У Адама и раньше большая часть фильмов была весьма скромного качества, но бывали исключения. Иногда это вроде бы были даже не исключения, но смотрелись фильмы все равно неплохо. Мне, например, нравится его глуповатый фильм «Пожарная свадьба». Даже не знаю почему. Но это все было очень давно и уже можно сказать, что неправда. Потому было весьма неожиданно узнать, что Сэндлер внезапно снялся в каком-то толковом фильме, который наперебой захвалили все американские критики. Они правда хвалят часто и мощные ленты, вроде Капитана Марвел и Черной Пантеры. Но Сэндлер вроде не черный и пол еще не сменил. То есть бонусов у него для критиков не очень много. Стало быть, а вдруг? С вами Грин, поехали! Неограненные драгоценности История паренька Говарда Ратнера, который владеет ювелирным магазином, сидит по уши в долгах, имеет любовницу, черного друга и модные очки. Скажем прямо, оригинальным материалом это не назовешь. Здесь-то на сцену выходят режиссеры Бен Сэвди и Джошуа Сэвди. Граждане несут ответственность за фильм «Хорошее время», главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон, ныне пытающийся стать летучимышью. Фильм тоже не блещет оригинальностью, но за счет подачи, музыкального сопровождения и постоянных показов лиц на весь экран, достигается эффект не таких, как все. Обычно данный эффект называют громким словом «стиль». Главное при подобном заявлении делать умное лицо и задумчиво смотреть вдаль. Тогда ни у кого не останется сомнений, что вы разбираетесь в том, о чем говорите. В общем, в фильме «Неограненные драгоценности» тоже присутствует этот самый стиль. На самом деле это неплохо. Но какой смысл смотреть на обычного Адама Сэндлера, идущего по залитой солнцем улице? Под какую-нибудь попсовую мелодию? Совсем другое дело Сэндлер, идущий по улице с модными фильтрами, под какое-то завывание, заменяющее музыку. Сразу очевидно, что у режиссеров есть свой стиль. Сюжет фильма крутится вокруг желания Сэндлера загнать по спекулятивной цене на американском аукционе некий камень, который он купил за много денег у эфиопских черных парней. То есть Адам старается с помощью камня вылезти из ямы, но ему постоянно что-то мешает, и ему приходится превозмогать. Будь все это хорошо обставлено, в фильм бы можно было похвалить, но где-то минут через 30 после начала у картины Сэндлера начинаются проблемы, которые растут как снежный ком. Я очень не люблю фильмы, в которых отовсюду лезет притянутость за уши. То есть большинство ситуаций высасывают из пальца с такой силой, что они начинают вызывать недоумение. Подобное можно простить фильмам-аттракционам. Они делают упор на другом, но фильмы, подобные неограненным драгоценностям, должны усиленно работать именно над историей, ибо аттракциона у них нет. А подобное, естественно, не всегда получается. Я не буду спрашивать, как подобный Сэндлеру торговец вообще умудрился просуществовать со своим магазином так долго. По фильму его бизнесу около 10 лет. Можно предположить, что ему иногда везло, и он начинал свой путь ко дну несколько раз, но постоянно этого самого дна не достигал. Но другие условности сюжета уже просто так не оправдать. Допустим, можно представить ситуацию с передачей на сутки суперзвездей НБА к Кевину Гарнету самой важной вещи для себя в данный момент. За это будет какая-никакая реклама магазину и все в таком духе. Что там за реклама и какой толк от Гарнета магазинчику-ювелирки не сообщили. Но, вероятно, черные братья, увидев в соцсетях фото Гарнета и Сэндлера, сразу побегут искать столь интересный магазин. Однако вытекающая из этой ситуации будущая проблема с чемпионским перстнем уже выглядит слишком глупо. Я лично так и не понял, по какой причине загонять в ломбард на те же сутки необходимо было именно его, а не каких-нибудь дурацких гремлинов. Нужны быстро деньги? У тебя полный магазин-ювелирки. В фильме не сказано, что Сэндлер торгует китайскими бусами, цена которых 10 долларов. Да и подобный вход в заведение дяди Ашота никто бы делать не стал. То есть сразу же становится очевидно, что сделано это только с одной целью. Не суметь забрать перстень для обмена на важную для тебя вещь, когда придет время. И подобное сильно портит просмотр. Не ошибусь, если скажу, что основным двигателем высоких оценок идет неожиданный финал ленты, выступающий специфической вишенкой на торте. Но у этого финала есть более серьезная проблема. Он не вытекает из фильма. Есть, к примеру, такой фильм, как «Мгла», который тоже делает финал. Произошедшее в финале «Мглы» укладывается в определение вот это поворот, ибо до него не было ничего такого, из-за чего он бы выглядел надуманно. Ну разве что можно кинуть камень в сторону спешки в том самом эпизоде. Здесь же нам предлагают поверить в то, что два гражданина, которые до этого были скорее шутами и угрозы как таковой не представляли, внезапно идут на двойное убийство. Вот это поворот ради вот этого поворота. По какой причине они не сделали это раньше? По какой причине они не взяли Сэндлера под ручки и не забрали его выигрыш? Видимо, просто потому что. Ко всему этому добавляются эпизоды вроде оценки камня по фотографии, на основании которой ювелир, занимающийся подобными делами много лет, собирается заработать миллион долларов. Каким образом Адам Сэндлер столько лет выживал в этом бизнесе, загадка века. Это не значит, что фильм такой уж плохой. Неограненной драгоценности это и правда лучший фильм Сэндлера за несколько лет. Но лучше он не потому, что весь из себя такой замечательный, а просто из-за того, что остальной мусор у актера, даже фильмами-то назвать сложно. Сам Адам в фильме неплохой, но отличий от обычного Сэндлера немного. Просто он не искрит шутками ниже пояса и носит очки. Если вся похвальба от критиков идет только из-за того, что актер наконец-то снялся не в мусоре, то ладно. А если кто-то здесь заметил отличную актерскую игру, то я даже не знаю. В целом ознакомиться с фильмом, конечно, можно. Никаких болячек после просмотра вскочить не должно. Но сюжет ленты слишком надуман. Плюс во второй половине неограненной драгоценности еще и сильно провисают. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok